Дисплей 17,3 дюйма 1920х1080 IPS дисплей Бывают другие конфигурации, бывают 1600 на 900, бывают 4K То есть в нашем случае Full HD разрешение 4K я бы не советовал брать Ну и низкое разрешение тоже, там другие конфигурации более слабые То есть у нас такая средняя машинка Ноутбук достаточно интересно раскрашен, такие черно-белые полоски Ну подробнее потом покажу Интересно является то, что здесь акустика от фирмы Bang & Dolphsen Здесь двое динамиков, ну звук достаточно хороший, но все-таки саба не хватает Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 960M и процессор Intel Core i5-6300HQ Четырехъядерный i5 здесь Корпус пластиковый, серебристого цвета, в общем такой стильный, строгий, не игровой С этой стороны тоже у нас все серебристые Отметим, что здесь присутствует съемная батарейка, что редкость в наше время Ну вентиляционные решеточки снизу, понятное дело Достаточно тяжеленький, толстенький, примерно 3 см толщина и примерно 3 кг вес Максимальный угол раскрытия крышки вот такой вот Одной рукой, в принципе, можно крышку открыть Кстати, видите, крышка немножечко искривляется Так же самое в центре можно прогиб делать небольшой Ну и теперь посмотрим на порты и коммуникации Я бы сказал, что для семнашки они как-то пожадничали Всего 3 порта USB, из них 1 порт USB 2.0 Видеовыход всего 1, это HDMI То есть как-то можно было бы побольше всего напекать Ну DVD бы вынули 2,85 кг он весит и 30 мм толщина Теперь производительность GTX 960M с 2 гигабайтами видеопамяти GDDR5 И процессор Core i5 6300HQ Базовая частота 2.3 Максимальный турбобуст на одно ядро 3.2 ГГц Ну и при 4 активных ядрах будет максимальная частота 2.8 ГГц У этой линейки HP Pavilion 17 есть куча конфигураций Вот, например, есть конфигурации на низковольтных процессорах Antintel Есть даже ATM-D конфигурации Но это все значительно более слабые машины Вот с 960 карты они бывают на i7 полноценном 6700HQ И на i5 полноценном 6300HQ, как у нас Ну вот у нас самый дешевый, скажем так, из мощных вариантов Теперь же посмотрим на игры Assassin's Creed Syndicate на средних настройках Сначала кажется, что все хорошо Но на самом деле нет Там достаточно серьезные просадки будут Это из-за того, что, ну не знаю, из-за чего возможно Она не оптимизированная просто игра весьма требовательна Возможно из-за того, что здесь всего 2 ГБ видеопамяти А Assassin's Creed требует все-таки памяти побольше Ну что-то туда сильно загружает Поэтому в насыщенных сценах выпадут просадки FPS То есть вот сейчас 30-31 А вот сейчас мы выехали на оживленную улицу Начали там сталкиваться, погони и все прочее Здесь уже до 25 просадки пошли То есть в принципе игру пройти можно Но я бы пару настройщик еще там сбросил В общем-то ноутбук все современные игры худо-бедно тянет Потому что Assassin's Creed Syndicate, на мой взгляд, одна из самых требовательных игр на данный момент Ну, ГТашку посмотрим, ГТА Все настройки я просто на высокий поставил И здесь, в общем-то, все нормально Ну так вот, Assassin's Creed самая требовательная, она на средне-низких вполне нормально бегает Если разрешение поменять, то можно на средне-высоких Tom Clancy's The Division, Rise of the Tomb Raider, Overwatch, вот это вот все здесь будет отлично играться Но не на ультра настройках Вообще, если цель стоит именно ноутбук для игр, то есть максимальная производительность за минимальные деньги То это не самый удачный вариант, потому что 1000 на 10 дешевле есть точно такие же конфигурации Ну, от того же MSI, например И в играх они себя будут вести точно так же Здесь цена повыше немножко за другие вещи Во-первых, за IPS-дисплей А во-вторых, здесь присутствует трасса-платформ-модуль То есть здесь есть поддержка аппаратного шифрования Ну, Ведьмака посмотрим на средних настройках Разумеется, полный экран, вертикальную синхронизацию я выключу И, в общем-то, Ведьмак тоже играбелен Но в супер насыщенных сценах, таких тяжелых, там тоже будет немножко проседать Поэтому Ведьмака тоже пройти можно, но с небольшими оговорками на средних настройках Либо немножко понизить настройки Модификации этого же ноутбука с процессором Intel Core i7 на самом деле большой погоды не дадут Потому что вот этого четырехъядерного i5 вполне хватает для раскрытия потенциала 960-й карты То есть с i7 нужно брать, если вам нужна именно процессорная мощность, там видеомонтаж или еще что-то Экран и углы обзора, 17,3 дюйма, 1920х1080, матовый IPS дисплей Бывают версии с 4К, бывают версии с дисплеем просто HD Свойства экрана могу охарактеризовать как такие хорошие, на A4S+, Я бы не сказал, что это лучший экран, который я видел, далеко не лучший Просто нормальный, углы обзора нормальные, яркость можно было бы чуть-чуть побольше Но он матовый, это свойства всех матовых дисплеев Акустика от Ben & Olufsen меня не впечатлила Вот все-таки встроенного саба не хватает Не, она хорошая, достаточно громкая, но вот басов все-таки мне не хватало Кстати, Звездные войны мне не понравились Напишите в комментариях внизу что-нибудь про Звездные войны Потому что я считаю, что это позорная версия, какая-то балаганная И вообще испортили всю франшизу Но это лично мое мнение, я такой олдфак Теперь рабочая область и клавиатура Вот здесь все, как я говорил, забавно разукрашено Такой красивый внешний вид Это не рифление никакое, это просто нарисовано То есть все это полностью гладкое Вот логотип Ben & Olufsen, здесь двое динамиков в верхней части располагаются Ну еще раз говорю, что звук в общем-то нормальный Но ничего особенного это Ben & Olufsen не делает Теперь что касается клавиатуры Клавиатура сторонного типа с отдельным цифровым блоком Закреплена достаточно хорошо, практически нигде не прогибается Ну по крайней мере это точно не мешает играть или печатать текст Ход клавиш глубокий, пружинистый Клавиатурка мне на удивление понравилась Вообще особенно не фанатею от клавиатуры HP Но здесь с ней все в порядке Единственное что я бы сказал, что гравировка на самих буквах Как можно видеть весьма бледноватая Здесь присутствует белая светодиодная подсветка Но ночью-то конечно видно все это дело, оно светится А вот днем все-таки нужно на ощупь Ну вот можно видеть даже на экране, что они бледноваты Я бы все-таки их сделал черными какими-то яркими Или еще что-нибудь такое Тачпад здесь достаточно большой, он широкий при этом Он достаточно глубоко нажимается по всей поверхности То есть он такой глубокий пружинственный тоже ход Внутрь утапливается сильно Не могу сказать, что мне это сильно понравилось Ну тачпад, тачпад Теперь температуры 36,5 в центре и 40 градусов Это максимальный нагрев вот на правой верхней части Это в тяжелых стресс-тестах Не могу сказать, что это сильно критично У 40 это так, тепло Так вот, здесь дно Дно у нас с вентиляционными решетками Здесь засасывается воздух Выдувается он на правую сторону Ну или на левую, как вот на этом экране можно видеть То есть там находится вентилятор, который охлаждает Батарейка здесь съемная 5500 мАч или 62 Вт-часа 5 часов в тесте чтения проработал При обычной нагрузке часа 3,5-4 он будет Чтобы разобрать, нужно открутить кучу винтов по периметру Вынуть привод и дальше отстегивать защёлки И снимать верхнюю часть клавиатуры Причём это всё нужно поддевать Вот так вот выглядят защёлки Но они по всему периметру идут Очень сложно это гиморно делать И я это делать не стал Лучше картинку покажу Я нашёл на ноутбук-чеке картинку Как можно видеть, два слота оперативной памяти В нашем случае 8 гигабайт DDR4 будет И жёсткий диск здесь находится У нас 1 терабайт 7200 оборотов в минуту К сожалению, для SSD никакого места не предусмотрено Всего два слота под память DDR4 и 2,5-дюймовый отсек для накопителя Теперь перейдём к внутренним температурам Ну я, как обычно, гонял Heaven на ультра настройках на фоне И тест стабильности AIDA64 одновременно В районе 80 градусов Частоту он полностью держит То есть он не перегревается Система охлаждения вполне справляется своей работой Итак, HP Pavilion 17 Ну у нас в конфигурациях, как я уже говорил, AB001UR Как я уже говорил, в линейке HP Pavilion 17 Там 28 миллиардов различных конфигураций Ну, грубо говоря, от 30 тысяч рублей до 130 тысяч рублей То есть они очень сильно отличаются по производительности В нашем случае модель за 80 тысяч Ну и, собственно, по ней пришло время подвести итог В итоге могу сказать, что акустика от Ben & Olufsen себя не оправдала Вот сап сюда бы хорошо пошёл Клавиатура мне понравилась То есть с ней всё хорошо Пружинисто нажимается, не прогибается Вся вот эта рабочая поверхность весьма симпатичная, гладкая, хорошая То есть вот дизайн мне понравился Это необычно, что полосочки сделали Что касается производительности То четырёхъядерная i5 и 960-я карты вполне все гармонично работают То есть никто никого особо не тянет назад Единственное, в карту 4 гигабайта Может решил бы проблему с Assassin's Creed проседаниями Но, повторюсь, если вы хотите чисто для игр брать ноутбук То там есть другие конфигурации, тысяча надеюсь, подешевле Здесь, например, есть Trust Platform Module TPM защита Это отдельная вещь, которая тоже стоит денег Вот, кстати, крышка, как можно видеть, прогибается в центре, если нажимать Но это симнашка, крышка тонкая За что большой минус? Это за очень сложную систему обслуживания То есть снять крышку очень тяжело И у рядового пользователя может даже не получиться Зато съёмная батарейка Работает в районе трёх с половиной четырёх часов, как я уже говорил Досадно немного, что здесь нету слота М2 для твердотельных накопителей И, в общем-то, портов мановато В целом, такая стандартная симнашка Вопрос, за что деньги? Деньги за IPS-дисплей и за TPM-модуль Ну и за бренд HP Если чисто для игр, то есть модели подешевле Повторюсь, модель из обзора Стоит 880 примерно тысяч рублей Ну а конфигурации там, говорю, 28 миллиардов От 30 до 140 там тысяч Спасибо всем за внимание До новых встреч Всем пока Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»